Друзья, здравствуйте! Чао-чао, тутти! Всем огромный привет из Италии! И сегодня я хочу показать вам итальянские школы. Конечно, не все школы, а конкретно школу, в которой учится моя дочка, школа Элементария, начальная школа. Мне давно задавали вопросы в личку и спрашивали, показать, как выглядит класс, как занимаются дети. Наш класс участвует в проекте «Скола с энзензаймом». Есть определенные стандарты, по которым все классы этого проекта обустроены. И это отличается от той начальной школы, в которую ходила когда-то я, и в которую ходил мой старший сын. Поэтому я думаю, что это будет вам интересно. Вчера мы были в школе на меркатуре Натальи, то есть у меня как раз была возможность пройти по коридору, пройти по классу. То есть сейчас я вам такой устрою рум-тур по нашим классам. Посмотрите, как у нас тут что устроено. Итак, поехали! Вот так вот выглядит коридор школы. На этих вешалках возле класса висят наши школьные формы. Это такие халатики, называются «Гримбюли». Это зеленые коробки для мусора. Уже из такого возраста, уже деток учат разделять отходы для карта и для пластика. То есть карта – это бумага, пластика – ну это пластик. Выкидывать отходы уже в школе, они должны выбрасывать их в разные контейнеры. Компьютерное рабочее место оборудовано для педагогов. При необходимости что-то набрать, напечатать. Вот для каждого класса отдельно стоит компьютер и принтер. Планинг аннуали. Это годовой график, какие события ожидаются помесячно для детей, что будет организовываться, какие мероприятия. А вот сам класс. Этот проект Сензадзайна предусматривает некоторые отличия от стандартной системы обучения. Например, столы, вы видите, что они сдвоенные, стоят по две парты вместе. Дети сидят не вдвоем за партой, а их там помещается, по-моему, 8 человек. Четыре таких больших стола. Каждый стол помечен своим цветом. Красный стол, зеленый, синий, желтый. Соответственно, вот таблица Плэннинг Дэлэ Сетимана – это расписание на неделю. Одним цветом помечаются предметы, которые ведет один педагог. В стеллаже дети располагают папки со своими работами. Забочки с вениками – это для каждого ребенка свои. У каждого ребенка есть свой набор для уборки. Поработал, порисовал, постирал, порезал и за собой должен убрать свое рабочее место. Вот такой момент. На ножках стульев одеты теннисные шарики для того, чтобы не шаркать, не греметь стулом во время урока, чтобы тихо передвигать стул. На стулья прикреплены файлики с именем ребенка, в которые он складывает свои рабочие материалы. Этот круг с днями недели. Синяя стрелочка и ери, зеленая оджи и красная домани. Они обозначают вчера, сегодня, завтра. Зеленая шкала – это те, кто сегодня есть в классе. Эмоционе – это шкала эмоций. Каждый ребенок, когда заходит в класс, он картинку со своим изображением вешает на вот эту шкалу. Пишет, что вот первое «Миссенто Рабьято» – я злой, «Миссенто Тристый» – я грустный и «Миссенто Феличи» – я счастливый. Все стеллажи подписаны. В стеллажах стоят папки тоже с работами. Это лаборатории. Ария Дели Пароли – место, где можно поработать с буквами и посоставлять из них слова. Всего в классе три лаборатории. Итальянского языка, математики и научная. Когда дети сделали свое задание, для того, чтобы не отвлекать всех остальных, они могут пойти в эту лабораторию, поиграть, ставятся в песочные часы, три или пять минут. Потом он должен освободить место для следующего. Это расходные материалы. Стоят в разных коробочках – желтая, красная, синяя, зеленая, потому что они предназначены для всего стола. В начале года мы сдаем деньги. Расходные материалы приобретаются сразу для всего класса на весь год. То есть в школу они не носят. Двеи, карандаш, ручки, ножницы – это все есть в классе на весь стол. А это светофор и правило, как ходить в туалет. Висит вот на нем на зеленом свете ключик. Если ты выходишь в туалет, ребенок, он не должен спрашивать учителя, я там пойду в туалет. Нет, он смотрит. Если ключик висит на зеленом свете, значит, свободно можно идти. Если кто-то выходит в туалет, он перевешивает ключик на красный свет. А в этом углу находится такой развлекательный центр – библиотека и агара. В библиотеке дети составляют свои книжки, и они по очереди могут их читать. То есть каждый должен принести какую-то книжку. Детки могут брать их домой, почитать, потом возвращают обратно. Самое интересное место – это агара. В наших школах такого нет. Это угол, в котором можно отдохнуть. На полу постелено ковровое покрытие. Подушечки лежат в составе проекта «Скола Сензадзайна». На это шторы, подушки. То есть вот это все родители потом собирали в первом классе деньги и отдельно докупали. Но это тоже обязательное требование. Не знаю, это касается только нашего класса, который по проекту «Скола Сензадзайна» или это во всех классах, начальных классах Италии. Я этого сказать не могу. Но вот у нас такое есть. Причем в этой школе не все классы работают по этому проекту. Часть классов по программе «Скола Сензадзайна», часть классов работают по обычной стандартной программе. Здесь рабочее место преподавателя, стол, интерактивная доска, проектор. Ну и, конечно, предмет для привлечения внимания, если детки сильно расшумелись, разыгрались. Вот колокольчик и рыбка. То есть он звонит колокольчик, чтобы привлечь внимание, показывает рыбку и говорит, что ребята, нужно быть тихими, нужно сидеть тихо, как рыбка. И напоследок вот такой вот наш коридорчик, посмотрите. И тут такая вот инсталляция есть в коридоре на ступеньках. «Мани пертути» и «Тути пермана». То есть это говорит о том, что в переводе на русский, что «дай руку каждому, рука помощи каждому». Вот такая вот идея, чтобы ребенок чувствовал себя защищенным, что он не один, что ему всегда дадут руку. Вот такая наша школа. Итак, вот так вот выглядит наш класс. Класс начальной школы из проекта «Скола Сэнзэдзайна» «Школа без рюкзака». Я надеюсь, эта информация была вам интересна и полезна. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Если это так, то ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и оставайтесь со мной. Чао-чао, Тути! Пока-пока!